У меня есть один знакомый иностранец, который живет и работает в Москве. Если бы он сейчас вышел вместо меня и обратился к вам, наверное, он сказал бы следующее. Добрый вечер. Меня зовут Джон. Из Америки. Вот уже десятый год я работаю в России по контракту. Десятый. В России. Мне кажется, с тех пор я стал не понимать вас еще больше. Ужасы начались, когда я первый раз прилетел в Шереметьево. Впервые в жизни я ждал багаж дольше, чем летел. Когда я первый раз по неопытности взял такси, водителем оказался коренной москвич. По имени Гога. Гога спросил, куда ехать. Я назвал отель. Гога сказал, дорогу покажешь? Кстати, по поводу ваших дорог. Мне кажется, дороги в России строят по фэншую. А фэншую не выносит прямого, ровного и гладкого. Сами русские на это говорят, фэншую не фэншую, все равно получишь не то, что хочется. Раньше я думал, что самые большие пробки в Нью-Йорке. В Москве пробки такие, что вытрезвитель привозит уже трезвых людей. Я сказал, а если сделать, как в некоторых американских городах, по четным числам пускать в центр машины с четными номерами, по нечетным с нечетными. Гога сказал, на следующий же день появятся блатные номера, которые заканчиваются на дроби. Русский язык очень трудный для иностранцев. Я до сих пор не могу понять, почему коза и козел. Это одно животное, только разного пола. А вот оса и осел никогда не поженятся. Лет через пять я думал, что уже хорошо понимаю по-русски, пока не услышал этот разговор. Мужчина спросил у Бермена, есть пить? Бермен сказал, пить есть, есть нет. Я переводил два года. А эти ваши обороты? Я ведь до сих пор не был на Красной площади. И вот почему. Я спросил у знакомого русского, ты был на Красной площади? Он ответил загадочно. У меня до нее руки не доходят. Скажите, а где вы берете название для своих продуктов? Я угостил своего американского друга российскими конфетами. Ему понравилось. Он спросил, как это называется? И я перевел это название. Раковая шейка. Когда-то мы были друзьями. Первое время в России я очень тосковал по той еде, которая привык с детства. И однажды в вашей глубинке, в супермаркете, спросил у продавца, у вас есть сыр Рокфор? Продавец спросил, а что это такое? Ну, это такой сыр с плесенью. Продавец сказал, сыра нет. Есть колбаса Рокфор, селедка Рокфор. У нас с Рокфор проблем нет. Еще я понял, что в России самые умные в мире ежи. Вы же постоянно говорите, но это и ежу понятно. Мне непонятно. Русский еж все понял. Мне непонятно, почему у вас переходят улицу по правилу. Зеленый, иди, красный, беги. В России очень сердобольные люди. Когда я первый раз на улице спросил, где ближайший туалет, мне сказали, а вам зачем? Еще, мне кажется, в России самые спортивные люди в мире. Даже когда человек умирает, про него говорят, что либо он коньки отбросил, либо ласты склеил. Я был зимой у вас на Крайнем Севере. Там я столкнулся с вашей передовой медициной. На улице было минус сорок. У меня заложило нос. На следующий день было минус сорок два. Заложило уши. Я пошел к вашему врачу. Доктор посмотрел и сказал, ничего страшного. Это у вас голова утепляется. И сама дырки заделывает. Кстати, в России каждый врач пьет по-своему. Отоларинголог до зеленых соплей. Патологоанатом. Вусмерть. Проктолог. Не помню. Труднее всего понять ваших бабушек. Я спросил на рынке у бабушки, как называется ягода, что вы продаете. Она сказала, черная смородина. Я спросил, а почему она красная? Бабушка сказала, потому что зеленая. Я был в шоке, когда в деревне увидел, как бабушка гонит к водоему гусей. И при этом проговаривает, быстрее свиньи, быстрее. Мне кажется, у вас даже физиология другая. Один мой знакомый как-то признался, что упал вверх тормашками. Я спросил, как себя чувствуют его тормашки. Так он ответил, что поцарапал их, когда полз на карачках. Мои первые седые волосы. Это ваше парикмахерское. Я был в ужасе, когда мастер спросил у меня, челку будем делать косой? Я сказал, мне кажется, ножницами безопаснее. Но самое загадочное русское слово – это хрен. Хрен – это и растение, и приправа, и мера длины, и состояние души. Я только никак не могу понять, почему. Да хрена. Это много. Да хренища. Очень много. А хрен тебе – ничего. Когда кончился контракт, я вернулся в Америку и вскоре понял, я уже не могу без вас. Наверное, я стал наполовину русским. Мне не хватает этих идиотских моментов, когда у меня в квартире звонит домофон. Я снимаю трубку и слышу, как мой русский знакомый говорит, «Привет, ты дома?» И я, как истинно русский, отвечаю, «Дома? А ты где?» Я снова прилетел в Шереметьево, взял такси, поехали в центр, и я увидел у дороги два рекламных счета, один под другим. Их раньше не было. И я понял, ничего у вас не изменилось. Сверху было написано, «Водитель счастливого пути». Ниже. «Мост разобран». Я понял, что я дома. Вот я и хочу пожелать вам счастливого пути. Вы же это счастье заслужили, хотя бы потому, сколько счастья вы сами подарили миру своей музыкой, своей литературой, хотя бы потому, что никогда первыми не вступали на трупу войны. и пусть у вас это ваше счастье будет, как это по-русски. Дух Редактор субтитров А.Семкин. Дух Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Дух Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова